В Самаре Марина Светаева была в 1911 году проездом. Они вместе с мужем Сергеем Эфроном направлялись в Башкирию на Комысо-Лечении. Одни историки считают, что Марина Светаева провела в Самаре всего 40 минут. Другие утверждают, что она прожила здесь две недели. Вот в этом доме, на Троицкой 35. Сейчас это Галтеновская 41. Огненные кисти рябины как символ знаменитых строк. Отметить пребывание Светаевой в Самаре решили школьники и педагоги 174-й школы. Три года они собирали данные и средства, готовили проект мемориальной доски. Перед торжественным открытием сделали на фасаде дома небольшой ремонт. Спасибо большое, конечно, городу, что город понял, правильно сказано было, что город понял, что Марина и Самара – это еще одна страница в великой биографии еще более великого поэта России и всего мира Марины Ивановны Светаевой. На открытии мемориальной доски в память о великом поэте прибыли самые главные цветаевцы. Среди них народная артистка России Светлана Крючкова. Она изучает творчество и жизнь Марины Светаевой больше 40 лет. Уже сроднилась с ней и буквально говорит ее стихами. У меня есть программа, которая называется «Отказываюсь быть», начиная буквально со стихотворения, написанного в 17 лет, в день рождения. Христос и Бог, я жажду чуда. Теперь, сейчас, в начале дня, вот дай мне умереть, покуда вся жизнь как книга для меня. Мне ее безумно жалко. Когда я говорю о Марине, я испытываю страшную боль. Болит внутри, просто болит. Марина Цветаева хоть и писала 100 лет назад, но она поэт на все времена, отмечает Светлана Крючкова. Ее наследием увлекается много молодежи. Они вместе с гостями цитируют любимые строки. В следующем году в Самаре будут отмечать 125-летие со дня рождения Марины Цветаевой. На базе 174-й школы планируются цветаевские чтения. Была она здесь 40 минут или две недели – уже не важно. Марина Цветаева осталась в памяти людей навсегда. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков, События.